Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. После нескольких недель перерыва мы вернулись в студию для того, чтобы говорить о том, что на данный момент волнует нас всех, все человечество. По-настоящему война в Украине стала глобальным феноменом, глобальным явлением, которое вошло в дома всех европейцев, неважно в каком континенте мы находимся, неважно какой социальной, религиозной или культурной группе мы принадлежим, война опалила всех, и война эта будет длительной. Даже тогда, когда будет заключен мир, мы не знаем, каковы будут его итоги и результаты, но война продлится в наших сердцах, в нашем сознании, в экономике, в политике, в культурных практиках. Иными словами, возможно, ближайшее десятилетие пройдет под знаком и тенью этого ужасного нападения на независимое государство. Сегодня вместе с Евгением мы поговорим о том, как это пережить, как это понять, что делать, что происходит с нами, с нашей цивилизацией, которая, казалось, 24 февраля этого года просто рухнула. Большое спасибо, что ты нашла душевные силы, физические силы, которые у тебя на исходе. Я хочу сегодня присоединиться и побеседовать в формате, который, наверное, довольно тяжел нам обоим, потому что, признаюсь честно, 24 февраля это было очень странное совпадение. Мне нужно было читать студентам лекцию на тему просвещения. Тех самых авторов 18-го столетия, которые верили в светлое в человеке, которые надеялись, что человек будет в состоянии ограничить свой эгоизм, иначе это будет война всех против всех, и которые надеялись на то, что человек, рождаясь как табула расы, как белый лист, будет заполнять этот лист своей светлой, хорошей, доброй биографией. Что просвещение принесет нам всеобщее счастье, и они по-настоящему создали целую систему утопий. Все это 24 февраля рухнуло, и было безумно тяжело говорить со студентами, но это было необходимо. Я думаю, что прошло сейчас несколько ужасных недель, и мы в состоянии хоть как-то начать говорить об этом и создать какую-то интеллектуальную, если не дистанцию, то какое-то новое третье пространство. Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты первые мгновения, когда ты узнала об этой войне? Да, конечно, это вообще была бессонная ночь, потому что у меня именно в четверг был выход в эфир, запланирован с моей подругой, ну, дистанционной подругой, коллегой, актрисой Риммы Зюбиной. Римма Зюбина, которая живет в Киеве, которая, начиная с 2014 года, вела большую волонтерскую работу в Восточной Украине, и рассказывала очень много интересных вещей о том, как они возили там спектакли, делали детские кружки и студии вот на Востоке Украины. И мне кажется, что я не буду это сейчас пересказывать, потому что это лучше ее послушать. Он есть в записи, этот эфир, здесь на сайте радиоболтком. Но мы с ней сговаривались об этом за несколько дней, было понятно, что уже обстановка нагнетается, и накануне, вот в среду, мы с ней списались, договорились, что мы в любом случае это делаем. Как бы ни повернулась ситуация, она выходит в эфир, она не отказывается от этого, для нее это важно. И расстались мы уже поздно вечером из чата, и из-за того, что я была на чате с ней, у меня появились новости, касающиеся Украины, и я смогла уснуть только в половину третьего, в четыре я проснулась. И все, что происходило, происходило у меня в онлайн-режиме. Я видела, когда люди писали о предположениях, и я видела, когда начали сообщать о том, что полетели первые снаряды. Знаешь, я хотела тебе что сказать, подхватить тебя тоже и сослаться. Я каждую неделю сейчас веду эфиры, и они очень разные. За эти три четверга был эфир с Риммой Зюбиной, был эфир с Веструм Каришем, который говорил и о театре, и о своем отношении к тому, что происходит в Украине. И вчера был эфир с актером Рижского русского театра Иваном Стоельцовым, который приехал из Минска несколько лет назад и тоже пережил как бы невозможность возврата домой в нынешней ситуации в Минске, Беларусь. Но мы с ним говорили о спектакле, я хочу просто сказать, ты говоришь, «Табула раса». И он вчера сказал, что они сейчас играют спектакль, альболит для детей. Он говорит, и мы видим, как дети готовы все отдать, всем поделиться, как они расположены делать добро. Когда, в какой момент случается с человеком, что он забывает о том, что он рождается на свет совсем другим? Да, ребенок на протяжении жизни забывает, видимо, об этом и портится. И когда я вижу или читаю биографии диктаторов, убийц, а Путин – убийца, Путин – представитель темного, жестокого мира, мира циничного, жадного, голодного мира, я думаю, интересно, может быть, в какой-то момент в детстве он почувствовал, что он всеми брошен, нелюбим. Но для этого есть психологи, знаешь. Для этого есть психологи, да, но обстоятельства создают подобные чудовища, ведь на самом деле они же не появляются. Хорошо, мы, может быть, на данный момент видим, как мифологическое сознание снова возвращается, но ведь я диктатор, это же не сказка, да? Вот, знаешь, да, это самый интересный вопрос, мне кажется, сейчас, почему люди массово прячутся за какими-то мифологемами, выстраивая себя внутри. Вот, знаешь, я себя сегодня поймала утром на том, что я в очередной раз еду и думаю, я хочу, чтобы этого просто не было. Вот я хочу, чтобы этого просто не было. И не знаю, твое сознание и твоя эмоциональная структура начинают отторгать это. Я понимаю, что это происходит, я разумом всё понимаю, но мои эмоциональные чувства такие, чтобы этого просто не было. Дайте мне волшебную палочку, машину времени, волшебника, что угодно дайте мне, чтобы это всё отмотать назад, чтобы этого просто не было. Потому что, как ты сказал, что трагедия на Украине, она ни с чем, конечно, не сравнится, но это всё влияет на весь мир. Это весь мир меняется сейчас. И это повлияет и на состояние экономики всех стран без исключения. Это выведет, наверное, из какого-то привычного образа жизни каждого человека в мире. В какой-то момент эта волна докатится до каждого. Вот и волна, спровоцированное нападение. Знаешь, я прочитала вчера, я читаю и украинские, и европейские, и российские СМИ. То есть картина, надо сказать, очень неоднородная. И это тоже такое влияние на умы людей. И я прочитала по итогам переговоров то, что требует российская страна. Почему это надо было делать и выдвигать эти условия после того, как вы уничтожили уже огромную часть страны? Ведь вы говорили в течение трёх месяцев, что ничего не будет. Оказывается, у вас были заготовки, требования, почему вы это делаете. Вы, мальчишек, 18-летних, обманули и кинули в месиво. Это же страшно, что просто молодых людей больше не будет никогда. С той стороны, уничтожаются все без разбора. А сегодня я, конечно, была абсолютно шокирована тем заявлением российского руководства, что они дают разрешение на приезд в Россию наёмников из Ближнего Востока и Средней Азии. Это вот просто какой-то сразу поворот в войне цивилизаций. То есть европейская цивилизация и цивилизация, как ты сказал, какого-то мифологического уровня. Для меня это какая-то дремучие правила игры, какие-то правила игры. Вот то, что я говорю, если мы от сказки хотим, чтобы мы отмотали какими-то новыми, изменить матрицу, вернуться туда, стереть эту историю, сделать что-то, то мышление людей, которые совершают шаги по уничтожению других людей, это какое-то мышление тоже из каких-то дремучих совершенно мифов, какого-то дремучего сознания. Как бы тяжело сейчас это ни было, как бы мучительно мы не смотрели на хронологию этого чудовищного конфликта, давай попытаемся хоть как-то в образе такого эскиза набросать вот анатомию этой войны. Я думаю, что прежде всего это, конечно, война риторик, а потом уже переросшая, как бы, это буквы, которые стали, как бы покрылись кровью, да, и телами убитых, и взорванные детские роддомы, и больницы, и другие чудовищные разрушения. Но в самом начале война это, ну, любой культуролог, как бы это ни звучало цинично, скажет, что война тоже часть культурного процесса. Она разрушает культуру, но она сама создается и, может быть, возможной, протекает и заканчивается тоже в рамках культурного поля какого-то процесса. Ну, конечно, потому что это невозможность услышать и увидеть друг друга. Это тоже как бы культурная практика. Это разрушение культурного процесса. Да, да, несомненно. И разрушение тоже есть культурная практика. Поэтому я вспоминаю сейчас тексты Юрия Лотмана, которые написаны были ещё в конце 70-х годов, 20-го столетия, когда речь шла о том, что, анализируя структуры русской культуры, Лотман приходит к мнению, что это культура дихотомии или культура резкого противопоставления, где нет третьего пространства. Центрального баланса. Может быть, даже не всегда баланса, потому что, когда он, например, пытается проводить какие-то аналогии, например, западноевропейской культуры, итальянского возрождения, французской революции, то он говорит, что западноевропейская культура, возможно, на основе вот этой триады католичества создавала пространство для компромисса, для переговоров и для эволюции. А эволюция – это диалог, пусть и конфликтный, но всё-таки каких-то разных... Последовательный, да. Он так иначе приводит к чему-то третьему. Ну, чтобы мы немножечко, может быть, углубились в его текст, и он, например, говорит о том, что... Ну, я думаю, что это не зря. Рассказывай дальше. Очень интересные для меня были его, скажем, мысли по поводу анализа религиозной живописи эпохи Ренессанса. Он, например, на примере образа Мадонны говорит о том, что Мадонна, ожидающее дитя, она находится в бытовом пространстве. Живопись показывает фон, допустим, итальянского палаццо или какого-то, допустим, очень бытового сада, или какой-то, допустим, там, плиточный пол, допустим, ещё какие-то моменты бытовые. И это благовещение, с одной стороны, высокая религиозная культура, с другой стороны, это быт, она рядом здесь, да, и эта Мадонна как бы есть часть культурного пространства. А чистилище – это попытка договориться. Это попытка изменения, но некоторой эволюции процесса. И, переходя к русской культуре, анализируя, допустим, период Алексея Михайловича, гонения на староверов, потом политика Петра, он говорит о том, что это своеобразный такой барочный конфликт, где нету игры как бы полутонов, где есть либо тотальная победа, либо чудовищная катастрофа, из которой мы либо выйдем как победители, либо долгое время будем в качестве жертвы, там, иго, да, например. И, в принципе, он анализирует также и смуту до появления Романовых. Потом саму политику Петра Первого. И вот этот вот конфликт света и тьмы, он каким-то чудовищным образом преломляется и сейчас. Потому что, в принципе, мы видим, что уже поздний Сталин использовал победу в Второй мировой войне, которая далась чудовищными жертвами. И само начало было абсолютно чудовищным. Все это просто было скрыто и занавешено всевозможными флагами, гербами и плакатами. И было скрыто, в результате превратилось в великую победу, которая на все столетия в прошлое и в будущее как будто бы закрыла... Далую индульгенцию всему. Да, да, всему. То есть все то, что происходит, все это будет в какой-то степени отголосок великой победы. И вот то, что сейчас происходит, у меня есть ощущение, что этот диктатор по-настоящему ненормальный в том смысле, что он застрял в каком-то своем мифологическом прошлом. Может быть, это какой-то, я не знаю, тайный культ вождя, который, ну, потому что, в принципе, неосталинизм ожил как раз при нем, а перед этим Брежнев, да. И вот здесь... Ну, слушай, нет, Брежнев в себе таких вещей не позволял. Нет, таких нет, но он вернул целый ряд тезисов, то есть некая такая реабилитация. Ну, там было очень все аккуратно. Да, может быть. Но в любом случае, то, что сейчас происходит, это действительно... Неприкрытое. Да, потому что еще подпитывается и, условно говоря, с низов тоже, да. То есть то черносотенное, что существует в этом обществе, оно сейчас очень хорошо используется. Да, но видишь, мне кажется, что проблема в том, что когда реакция идет обратная, если риторика, которую использовали российские власти в последние годы, была абсолютно уличного лексикона... Да, лексика самого Путина. Безобразного, да. Ну, то есть я считаю, что это как бы на протяжении всех 20 лет, но культура России менялась на протяжении всех 20 лет. К сожалению, никто из культурных деятелей России не смог это наставить, а многие начали в это играть, в попытках как бы развить свою аудиторию. Но, как мы всегда говорим, ведь очень легко спускаться по лестнице вниз, и очень тяжело подниматься по лестнице вверх. Ты затрачиваешь энергию, тебе не хватает дыхания, каждый шаг тебе становится трудным и трудным. Это то же самое, когда ты ограничиваешь себя в каких-то низменных желаниях, в... с которым ты разговариваешь. Когда ты скатываешься на ту же лексику. Ведь мне кажется, что сейчас выпущен джин из бутылки. Потому что если западное общество ещё держалось какое-то время, да, в этом пространстве, то то, что мы видим сейчас, понятно, что они разговаривают с противником на этом же языке. Ты имеешь в виду все эти, скажем, мемы? Все имеют на это право, на мемы. Но, на мой взгляд, это та самая попытка спуститься и договориться на том уровне, донести своё мнение на том уровне, который как будто бы эти люди поймут. Но они не поймут. Они поймут, но они примут, потому что цели другие. И они там круче на этом поле. Ну, несомненно, да. В этом вся ситуация. Когда ты во дворе, на тебя кто-то наезжает и унижает тебя словами для того, чтобы потом ударить тебя, ни в коем случае нельзя опускаться на его уровень. Ведь я читала тоже воспоминания многих заключённых ГУЛАГа, ведь спасались только те, кто оставались с собой. Ну, они тоже, конечно же, погибали. Да, не можем так говорить. Но спасение в сохранении себя, когда ты не скатываешься на тот же уровень, с которым говорят с тобой, используем слово «урки». И это сохранение не обязательно физическое, оно… Оно скорее душевное. Да, да. Духовное. Да, чтобы не запятнать. И поэтому вот то пространство, которое… как бы протестное пространство против войны, которое сейчас наполняется теми же испарениями, которые идут, условно говоря, с другой стороны. Ну, как бы зеркалят, да, зеркалят. Это очень печально, потому что, да, у меня было несколько дискуссий с моими латышескими коллегами и друзьями, которые не всегда понимают коннотацию всевозможных слов и вес этих слов, насколько они тяжелые, да, допустим, для УПА. О чём вы говорили, слово имеет значение. Несомненно. И возвращаясь к теме войны, а в принципе к этой войне прежде всего готовили само российское общество. Ну, ты знаешь, я чем больше об этом думаю, тем больше в моей голове укладывается картина, что начиная с вот 12-го года, я была сейчас на показе фильма про телеканал «Дождь» на «Артдог-фесте». Ну, и я смотрела и понимала, что на фоне… Вот этот фильм показывает, как всё изменилось в России на самом деле, да, что было в 2009-2010 году, когда только затевалась эта история с дождём, и когда к ним приехал Медведев, и вот этот вот период правления Медведева, ну, как бы правление в качестве президента, но, естественно, как бы, да, Бархатный сезон. Разделение реальных функций с премьер-министром, тогда Путиным. И вот эта вот замена осенью 2011 года, когда это просто понаплевательски совершенно, они взяли и поменялись местами. И то, что люди пытались с этим шутить, потому что понятно, что невозможно всегда всерьёз об этом говорить. И как это начали стебать, и как из этого потом… Но потеря серьёзности по отношению к проблеме, вот на мой взгляд, да, массовом поле, она, конечно, очень вредит сознанию людей. Это моё мнение, я не могу на этом настаивать. Я знаю, что смех побеждает, я знаю, что юмор не даёт предаваться унынию просто, да, и к каким-то тяжёлым ситуациям. Но то, что всё в российском культурном пространстве захватила определённая тенденция высмеивания всего, показа, как бы, отсутствия каких-то моральных авторитетов, неизвержение любых интеллигентских попыток заявить о себе словами правительства в 2012 году. Правительство России сказали, да вы кто? Средний класс. Да вы вообще никто, от вас вообще тут ничего не зависит. И я помню, что тогда для меня это стало той точкой, когда я поняла, что вот если на это не реагировать, если это обсмеять, если к этому несерьёзно отнестись, если сказать, мы, это всё, слова? Нет, это были не слова. Последовательно, начиная с 2012 года, начиная с вот этого, как бы, пренебрежительного обмена и выдвижения на новые сроки Путина, было доказано, что люди, которые выходят протестовать, они вообще никто, никакого участия в экономике страны не принимают. Был сильный разворот на так называемый рабочий класс, который, конечно, давно уже не рабочий класс. Я открою, наверное, страшную тайну, может быть, никто об этом не знает, но большинство заводов России поддерживаются из бюджета для того, чтобы не было возмущений рабочих. Они не работают на нормальной экономике. Они уже давно переведены на ситуацию финансирования из бюджета для сохранения рабочих мест и успокоения рабочего класса. Когда, говорят, театры содержатся за счет бюджета, никаких приоритетов у рабочего класса перед артистами, даже не в нынешней, а в структуре десятилетней давности России нет. И те, и те получают деньги из бюджета. И те, и те примерно одинаково обслуживаются государством и сами обслуживают государство. Все это примерно одинаково. Таким образом, получается, если театрам не дается возможности двигаться в сторону, скажем, свободного выражения, в том числе и рыночных отношений, то есть тогда это укрепленная и очень стабильная зависимость. Да, это зависимость. Конечно, ну слушай, это тоже постепенно все менялось, постепенно менялось. Не только театр, но и кино создается за счет средств бюджета. И вот эта мантра, которую все повторяют, что бюджетные деньги – это деньги налогоплательщиков, это, в общем, мои деньги, я имею право распределять. Не нужно забывать, что в России ни один налогоплательщик не имеет права влиять на бюджет. Его даже не публикуют в полном объеме. Ну то есть, когда мы говорим о том, как система работает, настолько пренебрежение, не скрываемое правами человека, разработалось за эти последние 10 лет, вот с 2012 года, когда сначала сказали, вы не можете выходить на улицу и протестовать, а это право человека. Потом у людей отняли выборы, начав их откровенно фальсифицировать. Окей, понятно, что могут быть результаты в пользу, но не откровенной фальсификацией. Мы должны понимать, ведь людям внушают, что те, кто против – ничтожное меньшинство. И эта мантра тоже повторялась уже на протяжении долгого-долгого времени. А это не так. Но мы видим огромные митинги, демонстрации. Слушай, ну что было в Хабаровске, да? Люди возмутились тем, что их лишили возможности самостоятельно принимать решения. Но вышел полный Хабаровск, выходил в течение долгого периода времени. Его задавили, да. Но потому что, кажется, российская власть только занимается тем, что выискивает новые технологии задавления любого проявления свободы в людях. – А как ты объясняешь безумную храбрость тех, кто до сих пор готовы подписывать воззвания протеста, например, там, Союз архитекторов и так далее? – Это все прошло. Ну, это все прошло. Это было и в первую неделю войны. А с тех пор, как объявлен закон о наказании от 15 до 20 лет, приравненный к измене Родины, даже просто за подпись на таком письме, конечно, люди испуганы очень, потому что все знают, что происходит в российских тюрьмах. Все знают, что происходит в российских тюрьмах. И представь себе мать срочника, 18-летнего мальчика, к которому приходит повестка, и у него два пути – либо в тюрьму, либо в армию. – И повторяется из столетия в столетие вот эта трагедия матери и сына, того, что он становится просто мясом, просто мясом. И уничтожается его будущее. – И будущее ее, потому что у нее не будет внуков. И будущее матерей. А ради чего они тянули все эти 18 лет без помощи государства? Потому что все эти рассказы о поддержке, о материнских деньгах, обо всем остальном – слушай, ну это же правда, это все пиар власти. Кто-то получает, да, а кому-то не достается ничего. – Как мы можем попытаться понять это? Вот это пренебрежение столетнее, пренебрежение к человеку, к человеческой жизни, к уникальности этой жизни. – Ну ты знаешь, я вот… – Безумные жертвы массовые. То есть когда уже, видимо, из статистики люди превращаются просто в какие-то закорючки и палочки, которые бросаются в огонь. – Да, и ты знаешь, ведь самое ужасное, что ведь человек должен жить, ему каждый день надо содержать семью, ему нужно как-то реализовываться в жизни, ему необходимо… он привязан к дому, к месту рождения, не знаю, к семье, к мужу, к жене, к детям, к школе. – Да, сотни и нитей, да. – Он надеется на пенсию, да, потому что я должна сказать, конечно, я сама это осознаю прекрасно, никаких надежд, ни на какие пенсии в Российской Федерации нет. Забудь. Мы должны все, вот кто, кто как бы… И у меня трудовой стаж больше 30 лет. Я работала и платила налоги всю жизнь. У меня нет никакой надежды ни на какую пенсию. Я понимаю, что этого не будет. – Ну любая логика, даже которая очень отдалена от анализа экономических процессов, понимать, что подобный больной организм должен когда-то рухнуть, он должен как-то скончаться. – Ну слушай, я читаю сейчас социологов, которые приводят разные примеры. И вот, например, пример Ирана, который был абсолютно отключен от внешнего мира, он не говорит о том, что может что-то изменено, он может там как-то закуклиться и существовать сам в себе. Ну окей, закуклился, но сейчас-то мы видим совершенно другую ситуацию. Это же постоянная агрессия вовне. Помимо агрессии внутрь, которая невероятно страшная, есть же агрессия вовне, это представление угрозы для всех остальных. Ну знаешь, представь себе там многоквартирный дом. Все живут по каким-то определенным правилам, написали какие-то, на стене повесили. Мы, соседи, договоримся, что мы действуем так, так и так. Вдруг кто-то один начинает эти правила методично нарушать. Методично нарушать. Рвет покрытие дверью соседа, пакостит в подъезде, ломает лифт, поджигает чужую квартиру. Ну как? А что ты с этим человеком можешь делать? Этот дом, он один. Ты не можешь его взять и выселить куда-то. Вот представь себе, этот дом летит просто в пространстве, это наша земля. Что с этим делать? И это как бы большой, серьезный сосед. Он не 42-килограммовая женщина, библиотекарша, к примеру. А это такой бугай, который постоянно пьет пиво или там что-то, или там еще что-то. Ни в чем себе не отказывает, накачанный твой сосед. И у него там еще куча каких-то мальчиков и взрослых. Ну хорошо, скажем, в формате дома можно вызвать полицию. Нету дома никого. Вот у тебя только есть свое содружество людей, которые там живут. Что с этим делать? Хорошо, что содружество имеет право объединиться против одного. Объединиться и уничтожить его. Ну вот смотри, раз мы попадаем в ситуацию уничтожить. Да. А ты не становишься сразу уничтожителем? Что происходит с тобой, когда ты уничтожаешь? Я понимаю о той, может быть, об изменении какого-то этического пространства в этот момент. Это меняет все сразу. Да, но это уничтожение зла. Но это меняет и в тебе все. Несомненно, но 1945 год доказал, что европейские силы, союзники должны были давно еще, в конце 30-х годов, в принципе, уничтожить тот режим. Вот это, понимаешь, всегда вопрос. Это всегда вопрос сохранения какого-то внутреннего баланса для каждого из них. Что ты выбираешь? Жизнь своих людей в своей стране или защиту мира от всемирной угрозы? Потом ты делаешь, что угрозы как раз и всемирно, потому и... А как вот если ты отвечаешь за тех, за кого ты отвечаешь сейчас? Если тебе делегировали полномочия не весь мир, а вот конкретные люди? Ведь это самый большой вопрос. Ты знаешь, у меня был когда-то разговор в Москве давным-давно, когда моя подруга сидела и возмущалась воровством чиновников. Ну, у них маленький бизнес был, и они это все знали. Да, я слышал о том, как они забирали... Да, не по рассказам. Люди, которые в 90-е начали строить какой-то небольшой бизнес, вот там, знаешь, в начале, в середине десятых понимали уже, что для них все кончено. Тоже ни пенсии, ничего, ни всего, что они вложили, ничего не остается. Все. Все уходит, потому что аппетиты растут с каждым днем. И она сидела и говорит, я бы их всех расстреливала. Я говорю, стоп, ты бы сама это делала? Она говорит, нет, для этого, мол, типа, есть палачи. Я говорю, а почему ты делегируешь свою вот эту злобу на кого-то? Хорошо. То есть в твоем представлении, если я беру на себя эту ответственность, то я должен брать на себя и весь вес, и всю тяжесть этого выбора. А не делегировать с каким-то институциям. Но, скажем, хорошо... Но вот по мне это самый больной вопрос сейчас, с которым мы сталкиваемся. В истории человечества есть институты, которые, допустим, тот же Международный суд в Гааге, Нюрнбергский процесс, когда и так далее. Это институты, которые, да, как бы... Они не совершали ошибок? Я не юрист и не историк, не юриспруденция. Я сейчас говорю со стороны обычного человека. Да, но совершить ошибку, например, если мы говорим о Геринге или еще о ком-то, ну, вряд ли там можно совершить ошибку. Да, есть какое-то безусловное зло, да, есть зло, которое... Есть некоторая критическая масса. И ты имей в виду тоже, что, если ты говоришь о Геринге, это мы смотрим сейчас, из 22-го года, на то, что происходило в 45-м. А все, что происходило еще на наших глазах, оно у многих людей вызывает сомнения в реальной, ну, как бы, в честности подхода. Ну, здесь я с тобой поспорю. Если президент Путин дает, как бы, объявляет начало войны. Сейчас два к этому дьяволу. Да. Война, которая, по сути дела, является нападением на независимую страну. Это агрессия. И все европейские страны это признали. Признали, исходя из прав, конвенции международного права и принципов дипломатии. То, по сути дела, он является военным преступником. Например, немецкий суд в Карлсруе уже начал следствие. Да, я согласна. И поэтому в результате, хорошо, сейчас наверняка, если бы его удалось, ну, да, сейчас пофантазируем, да, арестовать, привезти в Гаагу судить, то, конечно же, его бы не расстреляли, дали бы пожизненное заключение ему, Лаврову, Шойгу и прочим-прочим. Уже есть, как бы, фотомонтаж, где они сидят вместо нюрнбергских преступников. Это уже второй, как бы, нюрнбергский процесс, да? Вот третий, на самом деле, если быть точным. То, в принципе, таким образом этот суд прежде всего не отбирает у них жизнь, если мы говорим о максимальной этической категории, а осуждает их, допустим, на пожизненное заключение как военных преступников. Я сейчас выступлю с другой стороны, ну, да, со стороны там другого сознания. Какое право вот эти европейские институции имеют на то, чтобы судить законно избранного президента независимого государства? Но он избран незаконно, он избран, по сути дела, в нарушении Конституции. Тебе расскажут масса людей России, что это все не так. Да, но масса людей России как раз и стали жертвами той пропаганды, которая... Они думают, что они жертвы. Да, но их нужно просветить. Вот. Вот мне кажется, что тут важнее всего. Другой подход. Тут важнее всего объяснить людям, что они же, находясь в положении жертвы, они не признают своего положения жертвы. Да, но я тебе могу сказать, что это почти невозможно, потому что я признаюсь абсолютно честно, не называя имен и деталей, в этой короткой войне, не в физическом, а в переносном, эмоционально-этическом смысле, я потерял ближайшего родственника. Этот родственник был, была похищена, так, в переносном смысле, Путиным, его пропагандой. Я потерял очень-очень близкого родственника, потому что человек этот находится на другой планете, замурованная. И не хочет ничего слышать. Я не могу пробраться. Я пытался в WhatsApp в первые дни войны сбрасывать хоть какие-то альтернативные заголовки из, допустим, «Дойчевая» или на русском там и так далее. Ничего. А потом мне заявили, причём ещё с таким немножко, с бравурой. А я стирал всё это. То есть не пробраться. Этот человек, как чудовищный колдун, околдовал сознание миллионов людей. Ну вот видишь, мы опять вернулись с тобой к тому, о чём мы начали с тобой говорить изначально. О мифологическом сознании. О мифологическом, да. И как бы о оцепенении человека перед вот этим мифом. Вот мне кажется, это тоже очень важно. Что действительно это настолько непредставимо, на мой взгляд, вся эта чудовищная история, она настолько чудовищна, что люди предпочитают думать, что этого нет. Да, она чудовищная, но она всё-таки имеет, как бы внутри прячется всё-таки технологии, то есть конкретные шаги обработки. Мне кажется, это очень важно. Вот мне кажется, очень важно сейчас анализировать и думать людям, которые могут, умеют и знают, как с этим бороться, именно на этом уровне. И знаешь, я ещё хотела сказать, что я себя… вот с чего мы начали тоже с тобой разговор, то, что у нас время с тобой, я так понимаю, заканчивается. Ну ещё у нас есть 10 минут. Да, но я хотела сказать, что я сама себя ловлю очень часто на том, что я сижу и думаю, окей, мы же посмотрели 20 с лишним серий Джеймса Бонда, мы знаем, что всё закончится хорошо. Мы имеем ещё другой миф. Миф о Бэтмене, Супермене, о Джеймсе Бонде. Миф о финальной победе добра. Да, сделанной не нашими руками. Да, но самое страшное в том, что и добро тоже, казалось, нас похитили, да, то есть в том-то и дело, что восприятие… Ну, понимаешь, мы ощущаем, что от нас не зависит ничего. Да, вот это ещё один, как бы, слой восприятия этой войны. Мы видим, что мы становимся какими-то страшными или испуганными зрителями страшнейшего спектакля, да, который… Который на самом деле происходит. Да, и интересно, что, например, опять как бы из моей собственной области, в периоды таких политических расколов и катастроф европейцы нередко в 18-м и 19-м столетии использовали как раз театральные термины. Они, например, называли французскую революцию чудовищным спектаклем или там политические драмы, да, да, и так далее. Как не поле битвы, а арена сражений. Да, 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 то есть к какой-то степени как бы чудовищный спектакль. Сейчас мы видим, да, что это, с одной стороны, как бы отдельные фигуры, с другой стороны, за этим стоят целые системы, которые, опять же, сводят весь мир к довольно упрощённому представлению. Либо-либо. Это либо добро, либо зло. Только вопрос добро подчищен. Мне всё-таки кажется, что самое главное для людей сейчас понять, что это зависит от каждого. Вот просто от каждого. Открыт ли ты для того, чтобы подумать с двух сторон? Даже если тебя не вызывают доверие какая-то информация. Готов ли ты хотя бы её прочитать и подумать о ней? Это раз. Второе. Я считаю, что преступления совершают все чиновники, все люди, причастные к существованию государственного механизма управления в России сейчас. Потому что если бы каждый винтик вышел из этой системы, система не могла бы функционировать. От каждого зависит. На каждом месте. Это старая история, которая была опубликована после окончания периода Советского Союза, когда сбилась система навигации, и один из офицеров советских увидел сигнал как бы о атомной войне, и он не нажал кнопку. Ну вот пример того, что, в общем, всё зависит от каждого конкретного человека. Не плюй в лицо соседу. Не царапай на машине слов. Как бы глупо это ни звучало на самом деле. Вот я абсолютно уверена, что мы этим увеличиваем какую-то массу самоответственности. А только самоответственность может поломать диктатору. Потому что диктатор – это то, в которое никто не имеет ни права голоса, ни права движения, ни права выступления. Никаких прав. Да, не один человек. Но он имеет право всегда устраниться из этой системы. Как было в середине 80-х, да? Да, мне кажется, тогда это ведь была очень важная история. Может быть, после Праги, наверное, тоже началось самоустранение интеллигенции. Я думаю, что тогда, конечно, всё-таки и культура, то культурное пространство Советского Союза, оно было всё-таки более гуманным. И оно говорило про гуманистические ценности. Да, как это ни странно, оно эксплуатировало гуманистические ценности. Да, оно эксплуатировало. Но оно само себя и подкосило этим. Да, и подрывало себя текстами. Вопрос только в том, насколько сейчас… Опять, возвращаясь к просвещению, в конце XVIII столетия Кант в короткой статье для берлинского, скажем, ежемесячника написал свою версию ответа на вопрос, что такое просвещение. И в самом начале, очень коротко он сказал, что просвещение – это возможность человека прервать своё несовершеннолетие сознания, не, допустим, биологическое, там, по паспорту, а именно несовершеннолетие своего сознания. Желание открыть глаза. Да, и как бы найди себе силы быть свободным, интеллектуально свободным. Иначе там придут кто-то, решит за тебя там священник, там бургомистр, там книги и так далее. Хозяин поместья и так далее. Да, несомненно. Так вот, ведь последние десятилетия и культура, как бы бытовая культура или культура потребления, она в основном как раз работала на отключение этого критического сознания и на имитацию жизни в какой-то степени. Ну и делегирование всего власти во всём мире, ведь бюрократия как бы стала настолько… Технологически сложной? Да нет, она, мне кажется, она… Вот на мой взгляд, да, нынешняя бюрократия, она, конечно, всё равно существует по законам XVIII века, да, хотя мы все уже живём вроде как в другом мире, а бюрократия существует по законам XVIII века. И вот это вот как бы самоощущение власти, что мы за вас отвечаем и мы за вас принимаем решения, вот мне кажется, это надо как-то менять сейчас, потому что вы получили делегирование ответственности. Но вы получили наказ, а не привилегию, освещенную столетиями. Да, абсолютно, да. И это действительно принципиальное отличие от того, как мы сейчас видим в авторитарных и тоталитарных государствах, бюрократия, по сути дела, обслуживает власть и создаёт Ну, слушай, в Вене-Арпийском тоже обществе это всё ещё сильно, когда люди говорят, мы знаем, как надо быть, мы вам скажем, как это надо делать, потому что мы несём ответственность. Да, но есть экспертное альтернативное сообщество, есть всевозможные, может быть, конфликтующие между собой методологические или теоретические там финтэнки и так далее. Мне кажется, всё-таки объяснять людям, что ответственность за жизнь каждого человека несёт сам этот человек, в первую очередь. Если он делегирует эти полномочия, то он всё равно должен понимать, что он должен и спрашивать за это, а не быть равнодушным к тому, что происходит. Помнишь, как арест ушёл из города и оставил, собственно говоря, удивлённым жителям возможность самим создавать свою жизнь после того, как он, словом говоря, совершил убийство и совершил переворот? Наше время сильно сегодня истекло. Ещё раз большое спасибо за твои душевные и интеллектуальные силы. Сегодня ты поделилась с нами размышлениями о мифе, о злых волшебниках и о ценности человека. И о том, как хочется принца. Да. Евгения Шерменева была сегодня в гостях, или, скорее, мы были друг у друга в гостях. Это дуэт, который, возможно, мы продолжим в дальнейшем. Уважаемые радиослушатели, спасибо за ваше внимание. Коллеги Евгению, спасибо за обеспечение технического эфира, и мы снова встретимся с вами через неделю. Сил вам. До свидания. До свидания. Слушайте радио Болтком.